Давайте разберем, как работает стэк на следующем примере. Слева у меня схематично нарисован стэк, и вы можете заметить, что я расположил дно стэка сверху, а вершину стэка снизу. Дело в том, что в наиболее распространенной архитектуре x86 стэк действительно растет сверху вниз, то есть в этом направлении. Это значит, что максимальный адрес памяти находится сверху, а минимальный, соответственно, снизу. Мы будем смотреть, как работает стэк на следующем примере. Есть функция main и есть две функции foo и bar, которые из этой функции main вызываются. Изначально на стэке выделена память, которая соответствует функции main. У функции main есть одна локальная переменная, переменная a, и она хранится где-то в этом сегменте. После этого из функции main вызывается функция foo. Функция foo располагает свои данные сразу же после функции main. У функции foo также есть локальная переменная b, ну и получается, что в нашей схеме b располагается где-то здесь, а располагается где-то здесь. После функции foo, точнее из функции foo, вызывается функция bar. Соответственно, она располагает свои данные под функцию foo, и на данный момент на стэке вызовов у нас уже три функции. После того, как функция bar закончит свою работу, та память, которая занималась данными функции bar, освободится. И мы вернемся в функцию foo. После выхода из функции foo, память, которая занималась функцией foo, точно так же освободится, и мы вернемся к изначальной ситуации, когда у нас на стэке есть только данные функции main. После этого из функции main вызывается функция bar. Ее данные располагаются под функцией main, и мы видим, что функция bar заняла то же место, которое до этого занимала функция foo. Можно посмотреть. Так как функция foo и функция bar достаточно похожи, то можно предположить следующее, что место, которое занимала переменная b, теперь будет занято переменной c. Действительно, скорее всего, именно так и произойдет, просто потому что количество локальных переменных и сигнатуры функций совпадает. То есть здесь была некоторая переменная b, которая равнялась 3. И когда мы вызываем функцию bar, то переменная c располагается в том же самом месте. Заметим, что переменная c не проинициализирована. Это значит, что при вызове функции bar переменная c наложится на то место, где лежала переменная b, и в результате ее значение будет равно 3. Это показывает, почему важно инициализировать переменные при объявлении. Потому что вы никак не можете повлиять на то значение, которое будет присвоено этой переменной по умолчанию. И более того, на это значение может повлиять, например, предыдущая функция. Поэтому для того, чтобы ваша программа вела себя детерминированно, стоит всегда инициализировать переменные в момент объявления. Продолжение следует...